Вы никогда не задумывались, почему христиане, которые пережили гонения, они выдержали, остались верующими без служений, без собраний, без церкви, без конференций, без ютюба? Почему? Причина очень простая. В тюрьме, каждый день, без всякой музыки и таких вот, знаете, inspirational speakers, никто их там сильно не вдохновлял, каждый день работал один принцип – всегда на лозе. Свет есть или нету? Дают кушать или не дают кушать? Бьют или не бьют? Холодно или жарко? Всегда на лозе, всегда. Проснулся – это начинается «я завишу». Идет спать – точно так же. Какое бы ни было расписание в тюрьме – всегда на лозе. Делает работу, пот течет, очень тяжело работает, но думает, размышляет, молится. И вот этот жизнь, вот этот принцип сохранила жизнь. Не просто сохранила, дала жизнь. Они еще и пели, они еще радовались, а у нас тут стиралку не привезли вовремя, и мы ноем. Правда? Что за customer service? Ну, можно пожаловаться, но вы понимаете, какие условия разные? Пребывать на лозе – это несет, друзья, жизнь. Без отношений духовно человек засыхает. Он не может, веточка, пожить без Бога, вот недельку-две пожить, не читая Библию. Просто пожить. Это все равно, как человек может пожить без воды. Сколько дней? Ну, может так вот протянуть три дня, но дальше все. Вот так иногда наша духовная жизнь, постоянно реанимация, постоянно emergency, постоянно нас духовно как будто электрошоком на конференцию приехал. Слава Богу, духовно зарядился! И побежал кричать. А потом раз в понедельник пришел, везде написал там надписи правильные, а жизни нету как бы. И снова ждешь, когда будет… Тебя штоком как-то… Как-то тебя должны пробудить духовно, что-то должно случиться в твоей жизни. А зачем вот эти, ну, кризисы, да, или, как скажем, rollercoasters? Ну, ведь можно же пребывать на лозе постоянно, тихо, уединяясь. И это дает, друзья, нам жизнь. Жизнь. Без этого человек не может быть счастливым. Потому что в этой же главе, в 11 стихе, там ниже написано, я сказал вам это, этот принцип пребывания на лозе, чтобы радость ваша была совершенна. А мы иногда пытаемся быть счастливыми, а счастья и радости нету, далеко до совершенства. Но Иисус Христос говорит, что вот эта жизнь, вот этот стиль принесет тебе радость, а повлияет на твое настроение. А часто люди виноваты в твоем настроении. А на самом деле настроение и радость полнота в других источниках, в других методах. Пребывай на лозе, и радость твоя будет совершенна.